Среди рек, синих-синих, где в березах земля Обычно колючки на дикой Правильно, колючки, давайте искать Вот Вот, вот, вот Вот вижу, даже накололся Вот так, нечего руки протягивать Они у нас обладают экстерриториальностью Не любят чужих А потом они становятся уже родными, смотрите Вот это, видите Это питомник Ее не купили, теперь она осталась навсегда здесь Посмотрите еще Эту не купили, побрец говорили Это, наверное, осенняя, да? Это осенняя Яковлева Сладчей не бывает даже на Украине У меня там пять груш Так, теперь объясню, что я показываю Это будет небольшой фильм Вы сказали, вы из Самары Да В середине лета, сегодня первое июля Позади дикая жара Двух-трехмесячная И вы в середине лета собираетесь Купить саженец Вот это Туфту не держим Ничего Горшок видели Пятнышко на юг Прививку на юг надо Нет, не прививку Точка на юг Точка Вот, когда будете садить ее Видите, я фильм снимаю учебный Слушай, ничего она лопаться не начнет потом расти когда будет Нет, ничего не будет, это хороший обрекон Тофты нет Смотрите, дикая жара Редкий полив Она выглядит абсолютно здоровой Вот, дальше Тебе один? Значит, смотрите, что получается А вы цену сказали человеку? А, чтобы не спрашивали Тысяча шестьсот в горшках стоит Тысяча шестьсот в горшках стоит Тысяча шестьсот всего? А это маленькие Эти-то Псадные мечты Знаешь, почему продают? Девять тысяч девятьсот девяносто Ну, я не знаю Я звонил сейчас Свету в этом Как она? Ну, не сейчас А вчера звонил Семьсот пятьдесят Это где, смотря? Как Где рынок? Ага Вот это Это, как ее Ну, да У кого, у кого? Защитиной А, в Защитиной 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 не выращивает Защитиной не выращивает Защитиной перекупает В смысле, планируете переезжать, да? Ну, не то что И там, и здесь Буду отдыхать Плоток Я когда-то говорил так В Москве, кстати, много тоже кто здесь Ну, здесь даже в хуторе Я вам европейцам уже сто раз говорил Поэтому срочно В Сибири В самой глухой деревне Кусок земли Это будет спасением Если дальше так дела пойдет Вот Это ты уже замену вставляешь Ну, давай, чтобы Ну, все Так, еще раз про пятнышко Значит, почему он должен смотреть на юг? Потому что Все время его обжигало так Ну, да С юга Листва Солнышко обжигало Если оттуда, то уже будет А с севера Лютые ветра обжигали Угу Посади наоборот Помните годовые кольца? Почему они с одного края всегда Больше, другим меньше Вот, вот Я использую этот принцип Потому что я в школе учился А у вас обычно садится на юг А у вас что? Прививку на юг Чтобы Как выкопали Так и садится на юг А прививка может быть с любой стороны? Прививка с любой стороны Как удобнее Как удобнее? Нет, я сейчас просто поясню Когда прививают, тогда и прививают на юг Понимаете? И потом, когда выкапывают саженцы Тогда Это вам лапшу навесили? Это лапшу навесили? Их всего 200 в России Это что получается? Ну, иди, да Так Вы одну взяли и все И поехали Да, 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 да Я раньше сам считал 1600 рублей дорого А сейчас посмотрю Какое это Вы знаете, делают искусственный штамп Это страшно Что творится Метр штампа Второй метр крона И не понимают Что дерево несчастными корнями Скорее всего надо на лишний метр Поднять В эту самую воду Сок Ну, конечно, тяжело Да нет А бывает и невозможно А потом начинается Это загнивание листьев Засыхание Кора трескается И все это относится к чему угодно Чаще всего валят на безобидные грибы Так, вот еще хотел бы я спросить Вот рак, рак, черный рак Это далее деревья Это А черный рак Оно не лечится Почему? Потому что черный рак Это грибное заболевание Один из грибов Я не могу запомнить Бесполезно У меня Понедельник Ближайший Сможете? Нет Увидеть мой вебинар Там Мне уже этот вопрос задали Многие задают А он не имеет отношения Вот смотрите Я вам сейчас А где же вам найти то черный рак У меня же деревья не болеют Так как же быть то Сейчас Я знаю что это такое У меня гриб Да это гриб Он Он селится там Он селится на мертвые участки На мертвые участки? Только на мертвые Я смотрел Прежние годы Сейчас абсолютно 95% яблонь Взрослых Сильных Добрый миллион По округе уничтожено Это пришла новая беда Это инфекция Это Так называемая Ну как Ну как же так как у людей Только Я называю бактериальный рак Но это мое название Не обязательно к применению А рак черный Он безобиден Он может быть поселиться Обычно селится на деревьях Второй половины жизни 15-20-25 лет Он тогда поселяется И вместе с деревом Живет и умирает Еще через много-много лет Вот По мере того как оно Это мертвесина Все больше и больше Как он распространяется? Споры или Он распространяется Как правило Этими же самыми То есть Когда он уже поселился на дереве Он уже поселился Так Вот А споры Ну споры это Они повсеместно Вот смотрите Ну да Пытаются бороться со спорами Вот Дерево Вот абрикос Вот Он не молод Смотрите сюда Видели? Да Вот это вот будет принято За Опять же Значит Кто-то назовет манилиоз Кто-то какомикоз И Я еще десять Перечислил Некогда Значит на самом деле Дичайшая жара Ни одного дождя Заметили? Почти три месяца Так Вот Видели? Вот эти самые Как их называют? Полив Вот Принципиально не поливаю Принципиально Значит Вот это делается для Молодежи Молодежь мы поливаем Вот смотрите Высаживается Вот И это будет полито дождевой водой Вот отсюда Ну да Теперь дальше Смотрите Мне бы найти Может про яблоня Это абрикос Вот такие вещи Для него Кончаются Ничем То есть потом Отсохнет ветка И отрезать только весной можно Никакой инфекции Это не инфекция Вот если вы пройдете по Всем абрикосам Возможно вторую ветку Вы уже не найдете никогда Я специально Акцентировал ваше внимание Вот Абрикос Смотрите Вот это молодой абрикос Третий год ему На нем никогда не поселятся грибы Попробуйте найти Больной листик Больную ветку Я вам показал Знаете почему Вот это вот Потому что это ветеран Он столько урожаев дал Он дал сотни ведер Посмотрите сколько на нем опять Вот Но Невозможно Уже Да еще в дикую засуху Вот это выкормить Это вторая половина жизни Ясно Причем опрыскивать не надо Нельзя И у него идет вторая половина жизни Это когда мы начинаем Походить по врачам По аптекам Это и есть то самое Вот Причем я принципиально не лечу Даже не поливаю Вот Есть деревья Несколько Контрольные Я полил Почему Я там жду супер урожай 30-40 ведер с дерева А я готовлюсь к этому Я зову телевидение Пока не едут А почему я вам их покажу Я одну показал уже Да Там было 23 ведра А в этом году Там примерно в 2 раза больше А Дайте это сам Пойдем За этим Есть минутка Да есть Ну все таки Будем считать что у нас Как бы знакомство Вы новый человек Вы Самара Вы теперь наш В Самаре живет Виноградов Алексей Иванович Один из моих ближних друзей Виноградов Виноградов Ну-ка ступ ступ Ой вы сказали Самара Самара А нет он Он Сызрани Сызрани Да Так он готовится Несколько рекордов получить С моих С моих абрикосов Да Одна фамилица А то я одного виноградова знал Тоже уже в возрасте Вот смотрите Он когда-то был дикий Немножко оккультурился Вот его супруг Вот на этом супруге Ага Еще лет 6-8 назад Было 15 ведер Она стала больше Еще больше В этом году Я попросил специально соседей Не просто собирать урожай А каждое ведро посчитать Должно быть ведер 20 А мое примерно в 3 раза больше По объему Видели Смотри как хорошо Вот И крона сохранилась И не болеет В начале Нет Смотрите сюда Вначале я был дураком Дереву-то скоро 40 лет Угу Откуда вот это рано на кольцо Ну это средств ветки Это ранний железов сделал Так Потом когда поумнел Да Сейчас я вам покажу грибы Когда поумнел Я Вот эта ветка рухнула Огромная На ней висело ведер 8 А нет Это на той висело ведер 8 А на этой весь Просто от мокрого снега огромного Рухнула А я уже кольцо не делал Вот это Уже вот так не делал Это была бы страшная рана Угу Сколько смог Оставил вот этот пенечек Он выбросил ветку И сейчас на этой ветке Внимание Угу Сейчас на этой ветке Ведра 2 Посмотрите Ну да Когда дозреет Смотрите Это все она 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 смотрите Вот дальше что я хотел сказать Вот это вот Один из смертельных приемов Из-за нее Вот эта ветка и рухнула Потому что вот эта часть потеряла Прочность Стала хрупкой И вот это Вот это Сеянцы С него же Они Самое Самое ценное На свете Ваулину я продал такие Разверовский Карадаш были Вылезли из земли Самосев А Ваулина Директор института Мяскова Вот Который называется Институт экологии Так вот он вырастил Сделал сенсацию Значит Получил урожай 28-42 килограмма С молодых деревьев Все вкуснее моего манджуца У него же рядом Видите сколько супругов Смотрите это все абрикосы Да Вот И получилось что у него Куча супругов Все Плоды разные Все плоды вкусные Крупнее Все культурные Фактически Вот А в прошлом году Я про это все рассказывал Мне не купили ни одного Смотрите А это самая ценная вещь для селекции Нет Для вас например Вы купили привитый саль Вы спросили его Вы спросили хоть какой Ну вы скажите я надеюсь Мы не окончили разговор Да А это я вас это Как сказать Захватил плен Вот Смотрите Настоящая черешня Самая Самая северная в мире Сейчас закончим Самая северная в мире Смотрим на самый верх Вот Все это птицы съели А мне оставили Вот они только Видите Самая ценная Вот они смотрите Это мне оставили Клюют А вот это и есть Самая ценная Костики Ну еще Еще чуть-чуть Ладно Пожалею вас Пойдемте Спросим название сорта Который вы купили Это я так Воспользовался Такой паузой Нет ну нормально Мне интересно Нормально Вот сейчас Тогда я уже Их сейчас покажу Как это Ведь когда я придумал Этот способ Просто элементарный Вот да Я думал вся Россия Покроется Качественными Кустарниками Угу Вот смотрите Про Латинкова Слышали Вот это вот В этом году Ни разу не полито Угу А еще пока мелкие плоды Вот Крыжовник Будет супер И я его размножаю Видите Понятно А теперь нам нужно Таня и И Андрей Пусть скажут Вот Ваш Это наличка считать Или карточка А это с ними Я никакого отношения не имею Ага Тогда Они нас Увидят Сейчас Еще раз похвастаюсь Сильнейшая обрезка Так Сорт сказали человеку? Фаина Фаина Да вы что? За 1600 фаину? Да Пойдем Так Как карточка или деньгами? Лучше наличка Наличка Да ну пойдемте с ним Ну что Всего хорошего Спасибо Так Вам объяснили приз За посадку Да это я А не 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 Обрезаешь Да На бугорок Не вытрекаешь Кумом земли Я понял Еще минуту Пойдемте Погубите саженец Идите сюда На бугорок Качку земли И на бугорок Угу Ну она так и есть Так У вас там горы Поэтому поаккуратнее Там близко камни Нет 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 У меня чернозем А Даже так? У меня очень хорошее земля Ну ладно Удачи вам Всего хорошего Спасибо Помогли фильм хороший снять Всего хорошего Так Ну ладно Я сделал фотографии Хотел На вебинаре В понедельник Показать Способы посадки Это я С ними разговариваю С будущими Зрителями Вот И И и и и Вот Только дождливый день Есть два способа Один в тени Но потом Укореняются лучше Не сгорают Листья Но потом медленно растут А второй Это Искусственное укрытие Искусственная тень А потом Через месяц-полтора Тень убирается И они на солнышке Уже не сгорают И только полив Полив Все вам понятно Да? Ну что Закончим этот разговор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok